На четыре дня Брестский бейсбольный стадион стал центром спортивных баталий для кадетских команд из Литвы, России и Беларуси. Международный турнир по бейсболу «Брестская весна-2018», посвященный 73-й годовщине Великой Победы, прошел в третий раз. Чем младше, тем у каждой команды результаты похуже, соответственно, потому что дети еще маленькие, еще опыта у них мало. Вот они приезжают, учатся на своих ошибках, на чужих. Игроки показывают хороший результат, с каждым годом все лучше и лучше. Тренировки сопутствуют в этом. В турнире принимают участие 8 команд кадетов – ребята 2003 года рождения и младше. Составить конкуренцию Брестским зубрам приехали бейсболисты шести российских команд, а также литовского Вильнюса. Для спортсменов и тренеров этот турнир – этап подготовки к соревнованиям внутри своей страны. «Здесь всегда сложно. Здесь привозят все, стараются. Это идет как подготовка. Так как и у вас также подготовка идет к своему соревнованию, в основном, как к первенству Белоруссии, видимо. У нас то же самое – это идет подготовка к первенству России. И это считается как основным подготовающим этапом перед чемпионатом России. И, соответственно, стараются все сильных игроков проверить, привезти сюда, обыграть, обкатать». Несмотря на юный возраст спортсменов, уровень игры в этой возрастной группе достаточно высок. По итогам турнира Брещане заняли почетное второе место, уступив в финале российской команде «Москвич». Третье место завоевал еще один российский клуб «Северные звезды». «Все очень сильные соперники. Каждая команда может быть непредсказуемой. Те же «Тигры», тот же «Москвич». Ну, все команды сильные. Ну, придется за первое место побороться, вообще за места. Я считаю, что главное, чтобы победить, надо быть командой и помогать друг другу». Следующий международный турнир по бейсболу «Город над Богом» примет уже в начале осени. Всех любителей этой заокеанской игры ждут на Кубке Бреста среди спортсменов до 20 лет. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.